Народ, всем привет! Сорян, сегодня Вилсапро чуть попозже, потому что вышла Diablo 4, сижу играю. Ничего себе история. К сожалению, это правда. Ну и, конечно, главную тему не могу пропустить. Обычно мы здесь обсуждаем все самое интересное за прошедшую неделю из мира гаджетов и технологий, но сейчас мы поговорим о том, что Apple показала 5 июня. Почему я так уверен и говорю, что уже показал? Потому что я больше 10 лет в этой теме, и давайте загибать пальцы. Все, что я вам сегодня расскажу, случится 5 июня. Поэтому вы, посмотрев этот ролик, будете в курсе, вообще стоит ли смотреть, что там покажут 5 июня, или можно будет потом в нашем телеграм-канале прочитать. Спойлер, должно быть очень круто. А со мной, как всегда, моя соведущая, вот такая красивая фиолетовая. Нира, привет всем! Я Алиса, соведущая Вали в рубрике Вилсапро. Сегодня я вот вещаю из станции Light. А почему, наверное, привет? А потому что нейросети теперь дошли и до клавиатуры. Как тебе такое, а? Это офигенно, потому что я пользуюсь Яндекс.Клавиатурой. У нас даже был отдельный ролик, где мы тестировали, как лучше писать. И спойлер лучше вообще по старинке набирать отдельно по клавишам. Но свайп действительно упрощает вот одной рукой, а это упрощает тебе жизнь, потому что второй рукой можно что-то делать. И несмотря на то, что в последних обновлениях iOS 16 появился свайп в оригинальной клавиатуре Apple, мне Яндекс.Клавиатура нравится больше. Там и возможности дополнительные, и так далее. А теперь туда добавили еще и нейро. Понимаешь, прикол. Он теперь будет предугадывать, лучше понимать контекст. Если вы раньше пользовались, то, соответственно, наслаждайтесь. Если нет, то это хороший повод попробовать. Да, свайп это замечательно. О чем сегодня поговорим? Какие темы ты приготовил на этот выпуск? Ну, я думаю, что сразу стоит ответить на вопрос, почему у меня стоит приятная мисочка с казахскими шоколадками. А потому что они очень вкусные. А я люблю, когда все вкусно и приятно. Поэтому давайте-ка вы заварите, что-нибудь себе попить. И может быть положите тоже что-нибудь поесть. Посмотрим заставочку. И начинаем. А я сейчас все расскажу. Поехали. Собственно, WWDC 2020. Чуть не сказал 2013. И 2013 мы с вами тоже смотрели вместе. Вообще удивительно. Но долгое время я стримил все эти радости. И всем было хорошо. И нам с вами, и Apple радовалась. А потом что-то перестало радоваться. И это стало очень грустно. Вот такая мысль. Мы будем стримить. Несмотря на все ограничения со стороны ребят из Купертино. Эту всю историю для вас, для моих любимых зрителей. На ютубе. Но посмотрим, как пойдет. Потому что это грустно, конечно, когда вот такие вот истории. 10 лет назад. 10 лет назад. В 2013. Я сидел. Невосредственно на кресле. В арендованной студии. Потный как тварюга. Потому что весь процесс трансляции висел на мне. То есть мне нужно было следить за тем, чтобы все это не крашнулось. У нас тогда не работал интернет нормально. При этом мне нужно было слушать, что там говорит Тим Кук и команда. Плюс еще все разное. Это было ужасно. Тогда показывали iOS 7. Ну и маленькая вставочка. Легендарная. Как это было. Вы сейчас увидите полные армагедии. Ой, юма. Ой, как неплохо. Ну, вернее, неплохо, но, блин, ровно то, чего вы ожидали, оно случилось. Новый дизайн iOS. Вот это вообще полный трэш. Не знаю, к этому нужно привыкнуть. То есть флэт дизайн, который... То есть то, что сейчас нам говорит Джонатан Айф уже на самом деле абсолютно не важно. А новые переключатели... Слушайте, все переделали. Ааа, вообще все. Это так... Ааа... Ааа, я напишу в твиттер сейчас что-нибудь. Подождите. Собственно, как я и сказал, мы будем стримить на ютубе. Даже если нас забанят, ничего в этом страшного нет. Сам Стив Джобс любил такие движения, вот эти, пиратские. И смотрите, в Эппл Парке продаются майки. Вот в таких прикольных коробках это эксклюзивный мерч Эппла, продающийся только в двух местах. Собственно, в Эппл Парке и в Компани Стори непосредственно в кампусе. И вот эта майка, понимаешь, это не просто майка. Это майка с пиратским флагом. Возможно, я даже в ней и буду, потому что в этом есть определенный символизм. И самый прикол в том, что вот прямо здесь, понимаешь, под яблочком, что написано? Правильно, та самая легендарная цитата, которая звучит так. Говорил ее Стив Джобс, подразумевая, что лучше оставаться пиратом, чем вступать в ряды вот этого флота, который, соответственно, относится к государству. И вообще это не флекс. Вот такая, понимаешь, 2XL должна налезть. Соответственно, я вас порадую вот такой историей. Но мы реалисты и понимаем, что если нас забанят на YouTube, будет не Камильфо. А значит, мы стримим на сайт, в наше приложение, в Telegram. Там есть такая возможность. И во ВКонтакте. Не все хотят ВКонтакте, но тем не менее... Ну как бы, блин. Тем не менее, там есть возможность стримить, что бы нет. И, поскольку это действительно легендарное ожидается событие, я подумал, что нужно подойти к этому как-то интереснее. Я связался с Романцев768. Знаете, такого парня, который снимает тиктоки, шорсы, прикольные истории про Apple и не только. И... ему слово. И знаешь, мы решили, если у этой презентации есть все шансы стать легендарной, то ее просмотр надо прокачивать. Поэтому мы с Валей тебя приглашаем на офлайн-мероприятие в Москве. Посмотрим презентацию на большом экране. Посидим, обсудим. Хорошо проведем время. И, конечно, разыграем пару гаджетов, которые всем вам точно нравятся. Как туда попасть, Валя вам сейчас расскажет. А я жду тебя 5-го числа на WWDC. Будет здорово. Собственно, мы с Сергеем вас действительно ждем. Приходите на офлайн-мероприятие. Не так много мест, но это круто при поддержке Яндекса. Нам еще и ребята из Яндекса все переведут, озвучат. Они это умеют. В общем, будет круто. Но для офлайна это отдельная история. Билетов немного. По ссылке в описании залетайте. А так, в онлайне. Жду всех 5-го июня. Следите за анонсами. Мы, соответственно, обо всем вам расскажем в лучшем виде. Перед тем, как рассказать, что же покажет Apple 5-го июня, маленькое отступление все-таки про Diablo 4. Значит, конечно же, залетел с двух ног. Конечно же, за платину купил себе вот такого льва на плечо красивого. Ну, чтобы раздавать как положено. И скажу так. Я играл в бету. И игра очень классно оптимизирована. Поэтому, если вдруг боитесь, что она такая же багованная, как недавний Star Wars Jedi Survivor, то нихрена подобного отполирована. Да, блеска идет очень хорошо. Ничего не крашится. Полностью локализована. На русский есть и озвучка, и субтитры. Вообще, One Love. Blizzard, в общем-то, молодцы. Сделали качественный продукт. Diablo 4 – это версия ближе идейно к Diablo 2, той самой легендарной, которую все вы любили. Да, она олдскульная. Да, она местами устаревшая. Но это абсолютно ни с чем не сравнимое удовольствие. Крошить демонов, скелетов и прочих мразей из ада. Это замечательно. Ну, и я уже на полпути надавать по щам лилит. А это хорошо. Конечно, за выходные не пройду, но планирую этот уикенд посвятить именно Diablo 4. Если смеешь врываться в мой дом, рыцарь в моих вещах. По крайней мере, имей совесть остаться на ужин. Я зверски голоден. Представляете, как здорово? Вот начался июнь, понимаешь, лето, и у тебя сразу вот тебе игра, вот тебе ВВДЦ. А еще только-только все стартует. А там дальше еще летние анонсы и прочие радости. В общем, как говорится, держим руку на пульсе. Чтобы быть в курсе всего вообще по ходу движения, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Кстати, ссылка также в описании. Мы там публикуем много полезной информации. Какая-то кухня внутри студии, какие-то интересные штуки. Делюсь своими эмоциями. В общем, действительно полезный, интересный канал. И настало время сказать, что мы разыграем вот такую приятную Яндекс.Станцию Мини в черном цвете среди, конечно же, подписчиков нашего телеграм-канала. Мы это делаем практически каждую неделю. Вообще, мы для наших замечательных подписчиков много чего разыгрываем, поэтому залетайте туда, в соответствующий пост, опять же, по ссылке. Нажимайте кнопку «Участвовать», и случайным образом кто-то среди подписчиков телеграм-канала Вилсаком Рэд получит вот эту вот красоту. А это что? Это нейросети, понимаешь? Это всевозможные приятные плюхи от Яндекса, потому что здесь чего только нет. В общем, Алиса должна быть. И Яндекс.Станция Мини с часиками – это очень хорошее дополнение, даже если у вас уже есть какая-нибудь станция Макс или станция второго поколения. В прошлом Вилса Про я разгонял историю о том, что я буду в пятницу тизерить то, что мы будем снимать на следующую неделю. И сейчас это не совсем актуально, потому что следующая неделя, очевидно, пройдет под эгидой World Wide Developers Conference вот эти радости. Но, небольшой, небольшой спойлер. Вот это, ребята, это iPhone 14 Pro Plus. Не ожидали? За 14 тысяч рублей. Это настоящий iPhone. Давайте я даже покажу вам, как он выглядит, ну, чтобы вы просто понимали. Вот такой вот iPhone, да? То есть это iPhone 14 Pro Plus, который вы можете купить и радоваться, и кайфовать. Кто давно смотрит наш канал, я уверен, уже догадались, в чем прикол. Остальные узнают об этом на следующей неделе. Распаковка и тестирование вот этого странного iPhone уже совсем скоро. А еще Илон Маск прислал мне вот такую штуку. И это беспроводная зарядная станция Tesla. И вы скажете, пффф, а это как? А вот хрен его знает как. Так, вообще интересная, на самом деле, приколюха. Я, более того, настолько упоролся, настолько упоролся, что купил... А где мы, куда мы ссунули? В холодильник? Moment. Так. Я купил. Кстати, как-то промокло. Это, ребята, Tesla Gigabir. Это суперлимитированное пиво от Tesla. И его я тоже планирую, так сказать, пробовать. Вот это вот, понимаешь, обязательно нужно оценить, продегустировать. В общем, это все тоже ждет нас в ближайшем будущем. Сама Tesla уехала в Минск, и это хорошо. Ну, в смысле того, что в Минске ей осталось сделать буквально пару историй. И мы сможем рассказать вам о том, как выглядит моя Tesla Model S 100D спустя год. Опять же, вложили огромное количество денег. Как обычно, все профукали, могли рассказать быстрее, лучше и так далее. Но как есть. Думаю, что, опять же, в июне вы этот контент начнете получать. Кому-то будет интересно, кто-то скажет, да нахрен надо. Все, как обычно, у нас в интернете принято. И вот теперь, наконец-то, мы можем спросить мою соведущую, а почему вообще стоит смотреть WWDC? Алиса, давай придумаем. Готова придумывать. Назови пять пунктов, почему стоит смотреть следующую презентацию Apple. Один. Инновации и новые технологии. Apple всегда представляет новые и инновационные продукты, которые меняют мир технологий. Два. Дизайн и эстетика. Apple известна своим уникальным дизайном, который всегда привлекает внимание и вызывает восхищение. Три. Качество и надежность. Apple производит одни из самых качественных и надежных продуктов на рынке. Четыре. Интеграция с другими продуктами Apple. Презентация Apple часто связана с интеграцией новых продуктов с уже существующими продуктами Apple, что позволяет пользователям получить максимальную пользу от своих инвестиций. Пять. Социальная значимость. Apple является одним из крупнейших технологических компаний в мире. Ее презентации имеют большое значение для развития технологий и инноваций во всем мире. Боже, а только стыковатка. Спасибо. Пожалуйста. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна помощь, не стесняйтесь обращаться. Прямо сейчас моя соведущая работала в режиме нейросети. С помощью Яндекс.GPT она нам выдала пять пунктов. В целом база. Сразу огорчу вновь прибывших. Ну, в смысле, тех, кто следит за Apple, может быть, не так давно. На конференции World Wide Developers Conference не показывают айфоны. Ну, то есть, показывали много-много-много лет назад. С тех пор этого уже давно не делали. Поэтому, если вы ожидаете какой-то там свеженький айфончик, то придется попридержать коней до осени. Точнее, конец сентября, начало октября. Вот там нам порадуют всякими прикольными штуками. Нам. Нам. Нас. Я никогда не был на WWDC. Я был на других презентациях Apple, а вот именно на эту не ездил ни разу. Здесь сидит Илья Казаков. Вот он был. Так точно. И шо ты скажешь? Там выдают джинсовки и бесплатные бутерброды. Еще Тим Кук ходит по сцене и проходит, кстати, в ВВДЦ. Это типа не 2 часа презентации, это неделя. Неделя, да. Это большое событие. И туда разыгрывают билеты, прикиньте, потому что они продавали билеты и их сметали буквально моментально. И сейчас нужно подать заявку и получить как бы рандомный вот этот приз в виде возможности купить билет. Ни хрена себе. Билет стоит, кстати, приличных денег. Если ты разработчик, и там действительно тебе в течение недели, обычно это дней 5-7, рассказывают, показывают и так далее. Кроме того, что в первый день вот на этом опенинге нам заявляют основные все фишки, впоследствии разработчикам рассказывают о нюансах, фишках, китах, тады-дады-дады-дады. То есть это действительно большое событие. И исторически для Apple это было тоже большое событие. На самом деле Google I.O., которая, да, вот недавно прошла, это примерно подобного рода событие. Кроме основной презентации много еще чего показывать. Но, собственно, WWDC исторически это софтверная конференция по большей части. И, конечно, там нам показывают именно обновление операционных систем. Сегодня у Apple их достаточно много, да, загибайте пальцы. Это macOS старенькая. Потом у нас iOS есть, да, которая появилась чуть позже. Потом у нас есть теперь отдельная iPadOS, которую выделили, и она теперь более замороченная для iPad'ов. У нас с вами есть TVOS, да, это тоже круто, WatchOS, и скоро появится XROS. Вы скажете, что такое XROS? Сейчас обо всем по порядку. На самом деле от iOS 17 мы ждем по большей части три основных момента. Первое. Альтернативные магазины, которые стартанут, скорее всего, с марта следующего года. Но, тем не менее, возможность появится в iOS 17. Это возможность добавлять в wallet или в функцию платежей сторонние приложения для того, чтобы задействовать NFC для наших каких-нибудь SBP и прочих радостей. Или MirPay какой-нибудь, пожалуйста. И, конечно же, альтернативу Siri хочется, потому что по умолчанию она занимает кнопку активации, а мы бы туда с удовольствием поселили ту же Алису. В общем, от iOS 17, как вы видите, ждем некой открытости, но не по воле Apple, потому что эти ребята не очень хотят делиться своими ресурсами. А их там прессует где-то Евросоюз, где-то там американский суд в том числе. Epic Games передает привет, и Fortnite, вот эта бойня, которая началась несколько лет назад, соответственно, она сейчас вернется вот в таком виде, да. То есть, наконец-то Apple все-таки принудили как-то этот вопрос решить, а мы, в принципе, и рады. Потому что App Store в России висит прямо на волоске, да, вот прямо на соплях конкретных. Отключится Beeline МТС и совсем грустно станет. Ничего не купишь, а альтернативы, в отличие от Android, нет. И Roast Store тебе на помощь не придет. Пока. В iOS 17 это должны порешать. Ну и, конечно, огромное количество всяких косметических изменений. Будь то какой-то мифический журнал, куда вы сможете вести какие-то свои активности, записывать. Там, соответственно, новый горизонтальный режим для экрана блокировки, шеринг обоев, измененный центр управления, новые виджеты на экран блокировки, много-много всего прекрасного. В общем, более конкретно о том, что ждать от iOS 17, можете прочитать на нашем сайте wills.com. Кстати, там же вы узнаете, какие гаджеты не получат поддержку iOS 17, а выпилят, ну, достаточно приличное количество айфонов и айпэдов. С этим понятно. Что касается tvOS, ну, что-то изменит. macOS тоже особых слухов нет. Покажут, изменят, понятно дело, что-то добавят. Но последние несколько апдейтов macOS, по большому счету, каких-то крутых изменений в себе, к сожалению, не несли. Поэтому, ну, ждем, надеемся, не более того. iPadOS мимикрирует как раз под macOS. И слияние iPadOS и MacOS уже давным-давно прогнозируют, предрекают, может быть, это произойдет. На iPad, возможно, будет какая-то опциональная история с установкой приложений для macOS, а может быть, нет. Но, в любом случае, это все движется туда. Либо iPad можно будет, в принципе, запустить в режиме macOS. Потому что, ну, казалось бы, это не совсем логично. До определенных историй и развития событий так и было. Но сейчас, когда вы можете подключить клавиатуру, трекпад, бла-бла-бла, мне кажется, именно в этом режиме iPad вполне может переключаться в macOS-подобную историю. Благо, сейчас все это работает на одних процессорах, и особых проблем с оптимизацией нет. То есть, вы представляете ситуацию? У вас iPad, iPad, на iPadOS классный, вы там пенцилом тыкаете. А потом берете клавиатуру, вот эту бестолковую, хопа, и у вас macOS. Это ли не величие? Спросите вы, и я отвечу, да. Ну и, собственно, BOTCHOS. 10-я версия нас ожидает, юбилейная, значит, будут какие-то изменения. Говорят, кардинально переработают интерфейс, теперь у нас будет что-то больше... А, это не Apple Watch, окей. Похоже на... Забыл. На виджеты, да? То есть, мелко все, понимаешь, неудобно. Даже на Apple Watch Ultra с его, казалось бы, гигантским экраном, в эти какие-то иконочки тыкать, что-то как-то... Опять же, особо не надо. Вот ответьте на один базовый вопрос. Как часто вы проваливаетесь в своих часах в эту менюшку бестолковую? Практически никогда. Провалившись, я как баран на новые ворота смотрю, такой... Где эта менюшка? Непонятно. Так вот, все это должно теперь сильно упроститься. И я надеюсь, что WatchOS нас порадует действительно крутыми изменениями. Железо. Несмотря на то, что айфонов не будет и айпэдов не будет, кое-какое железо нам обещают. Во-первых, это MacBook Air 15 дюймов. Увеличившаяся диагональ экрана, увеличившиеся динамики, лучше звук, увеличившийся трекпад, клавиатура и так нормальная. В общем, MacBook Air давным-давно прочет, процессор M.2 не выше, да? Все-таки по классификации есть MacBook Pro, где у тебя есть выбор. Ты можешь взять себе и M.2 Pro, и M.2 Max процессоры. Здесь же базовая версия. Ну, базовая, да? M.2 за щеку накидывает многим Core i9. Так вот, как будто рынок готов к тому, чтобы появились уже 15-дюймовые эры. Окей. Я же жду от Apple следующий шаг. Я хочу 18-дюймовый MacBook Pro. Потому что я сейчас являюсь счастливым обладателем Razer Blade 18. На 4090 я, кстати, рассказывал про нее в одном из недавних роликов. Если не видели, посмотрите. И это хороший игровой компьютер. Это такой игровой MacBook, очень похожий по дизайну и по логике философии. Но вот я ставлю рядом со своим MacBook 16 прошкой вот этой, 18-дюймовый Razer Blade. И понимаю, что вот там действительно хорошо. Уже недостаточно. И хрен с ним с весом. Ну, соответственно, есть у нас с вами 14, 16. Хочется, чтобы было 18. На самом деле, давным-давно примерно так и было. Были времена, когда были 17,3-дюймовые прошки. Верните их назад. Хочется, чтобы было вот так. Ну и, собственно, Mac Studio надо тоже уже обновлять. Процессоры уровня M.2 Max, M.2 Ultra. Никакого тебе Mac Pro. Были слухи о том, что покажут, наконец-то, Mac Pro. Нет, этого не происходит. И, видите, по железу, в общем-то, все. Ожидать каких-то еще изменений. Ну, может быть, какие-то суперминорные апдейты. Там, может быть, незаметно какие-то гаджеты переиздадут, что называется. О них часто даже не говорят на презентации. Просто в момент окончания на сайте Apple происходит бру-бру-брум. И появляются какие-то устройства. Потому что нужно разгребать, понимаешь, разгребать вот эту вот всю поляну. Под что? Под ту самую мэр-гарнитуру Apple. Про которую уже говорят несколько лет. Которая уже, честно говоря, заколебала до полусмерти. И не совсем понятно, зачем она нужна. Потому что по тем последним слухам, очень странный девайс. Очень дорогой. 3000 долларов плюс-минус. Это раз. Ну, то есть, сразу это high-level сегмент. Не все готовы потратить 3000 рублей на вундервафлю. Непонятно, что это такое. Во-вторых, вроде как сырая. Многие люди внутри Apple говорят, что рано ее выпускать. Надо что-то допилить, переделать. Но уже невозможно ждать. И, видимо, Тим Кук и все остальные ходят. Говорят, надо делать хоть что-то выпускать. Сколько лет компания не радовала нас новой товарной категорией? За последние годы, вообще вот вдумайтесь, да. После смерти условно Стива Джобса. Нам показали из новых-новых вещей. Это Apple Watch. Это AirPods. Ну, с натягом HomePod. Хотя Hi-Fi система была и при Стиве Джобсе. Все. То есть, за больше чем 10 лет компания показала нам чего? Два-три новых продукта? Ну, это не серьезно. Поэтому, конечно, надо что-то как-то круто делать. Инвесторы тоже бьют копытом. Типа, у вас одни айфоны вообще? Локомотив всех денежных потоков. Вы что, охренели? Давайте что-то новое. Apple Car пока не случился. Видимо, уже не случится. Или попозже в этом будет. Хрен его знает. Ну, в общем, все думали, что это будет Tesla от Apple. Этого не произошло. Вот они пошли в эту степь. Это, значит, очки дополненной реальности. Но Apple это будет называть стандартной, расширенной реальностью. Extended. Да, Extended. Отсюда и XROS. Apple регистрировала подобный товарный знак, где-то там в Австралии. Короче, спалились ребята. И это Extended гарнитура, которая будет называться Reality Pro. То есть у вас есть реальность, а надевая эту гарнитуру вы попадаете в реальность Pro. Безумное железо абсолютно. То есть топовое из того, что есть сейчас на рынке. Это какие-то ахтунг-экраны в каждый глаз, которые, соответственно, не погружают вас в полностью виртуальный мир, как это происходит в каком-нибудь PlayStation VR 2. Это история, когда вы видите сквозь гарнитуру и увеличивается и улучшается восприятие той самой реальности. Когда вы смотрите на свой MacBook, у вас сверху висят какие-то дополнительные иконки. Вы можете вот так вот пальцем нажать, соответственно, здесь что-то произошло. Здесь у вас огромный монитор, там еще что-то делается. В общем, конечно, дико интересно на все это посмотреть. И я думаю, что уже, наверное, нет смысла об этом прямо сейчас здесь говорить, потому что это все равно гадание на кофейной гуще. И чтобы вам там кто не рассказывал, Apple очень тщательно хранит этот секрет, в отличие от многих других. Если мы уже знаем, каким будет iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 тоже, то здесь гаджета еще толком нет. Понятное дело, что производить его еще толком и не начинали. И только прототипы внутри студии Apple там что-то, значит, существуют. Вот и получается, что осталось ждать недолго. Но, скорее всего, будет как с Apple Watch, да, когда нам ее презентуют 5 июня. Но в продажу она, возможно, даже в этом году не поступит. Отдадут девкиты разработчикам, чтобы они пилили контент. Это очень классный подход Apple, в отличие от того же Microsoft'а, который такой, бля, вот тебе железо. И все в ахуе сидят такие, а что с ним делать? И в большей степени разработчики такие, а вы не могли нас предупредить, что вы какую-то вообще вундервафлю сделали? Соответственно, она есть, софта для нее нет, пользы от нее нет. И вот был HoloLens, и пошел бы он нахрен. Соответственно, у Apple другой подход всегда был. Смотрите, вот железка, вот мы ее дали разработчикам, они уже пилят под нее контент. И через годик это все попадет на рынок, вы охренеете. Но, соответственно, в течение года они будут эту тему подсвечивать. Почему так можно сделать, в отличие от того же iPhone'а? Потому что анонс свежего iPhone'а в разрыве от даты продаж каннабализирует его продажи. Потому что сидит сейчас человек такой, хочу купить iPhone 14 Pro Max. Выходит, Тим Кук говорит, а ты лучше купи iPhone 15 Pro Max. Но через год, и он такой, блин, ну то есть мы знали, что будет новый iPhone, но теперь-то он вот показан. Поэтому гандикап между анонсом и запуском максимально сужают, чтобы не жрать собственные продажи. А когда ты презентуешь новую товарную категорию, которой вообще нет на рынке, в исполнении Apple, можно ее показать и заранее. И как раз поднасрать какому-нибудь мета, которая запрещена в России, порицаемо. Потому что, ну вот они там квест сейчас третий показали. Говорят, забудь, бери реалити про гарнитуру от Apple и живи в счастье. Вот такая вот история. И я думаю, что это будет очень длинный эвент, кстати. Потому что нужно рассказать про оси быстренько. Про железочки, про, значит, социальную ответственность Apple обязательно. Моя соведущая была права. Про то, как Apple меняет жизни. Всякие ролики приятные показать. Про экологию не забыть. Это обязательные программы. И, кстати, я уверен, что в отличие от, ну, не уверен, я знаю, годов до 20-го, WWDC это был эвент, как и все, с живым залом, аудиторией, сцены и так далее. Сейчас это предзаписанная, соответственно, конференция. Тим Кук будет красиво ходить по Apple Park, камера будет летать. Все, что мы любим за последние годы, нам покажут. Черт ее знает. Я думаю, что они раскидают, соответственно, пространство для этой самой гарнитуры. И очень хочется, чтобы это все весело, красиво показали. Говорят, что уже видели Хидео Кодзиму, моего товарища, Хидео Кодзиму, который там что-то, может быть, про Death Stranding 2 в виртуальности, реальности рассказывал. Или какую-нибудь вообще игру специальную готовит. Возможно, еще какие-то тут No Man's Sky вышел на Mac. И, возможно, что там тоже VR-режим появится какой-то. Короче, ожидаем прям огнище. Вот такая вот история. На этой позитивной ноте я вас призываю разгрести понедельник, 5 июня. Потому что WWDC 2023 будет огнище. Мы с Романцев 76.8, Сергеем вас порадуем классной презентацией. Покупайте билеты в офлайн. Смотрите в онлайне. Конечно же будут призы. Ну, спросите, будут ли призы? Конечно же. Разыграем всякого разного приятного. Конечно, несколько айфончиков, потому что куда без этого. И, возможно, еще какие-то призы. По ходу пьесы также случатся с тем, что покажут. Ну, такая вот история, друзья. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки. Это очень полезно, это очень приятно, когда вы ставите лайки. Вообще, те, кто досмотрел до конца, поставьте, знаете чего? В комментах, пожалуйста, три семерки. Бахните. Это наш с вами секретный код для тех, кто досмотрел видос до этого места. Или дослушал. Я верю, что многие слушают подобные выпуски. И вам тоже отдельный привет. Три семерочки. Кстати, да. Кто смотрит видос, ставьте три семерки. А кто слушает, ставьте три восьмерки. Узнаем, кого больше. И кто досмотрел вообще до этого места. Ну и все. Участвуйте в конкурсе на замечательную Яндекс.Станцию.Мини. И увидимся скоро. Пока. Всем пока.